Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как быть, если вы потеряли паспорт в чужой стране. Именно такая история произошла у меня с мамой в январе 2010 года. Какие шаги надо предпринять, чтобы вылететь из чужой страны без паспорта? Сегодня я расскажу вам на примере Англии. Итак, в январе 2010 года мама поехала к моему брату в гости в Лондон навестить, пообщаться с ним и посмотреть достопримечательности британской столицы. Я на тот момент еще не жила в Лондоне, только собиралась. Напомню, что я приехала на постоянное место жительства в Лондон в январе 2011 года. И вот за год до этого у мамы приключилась такая история, что где-то в Британии она потеряла свой паспорт, билет. И еще у нее там были дебетовые карточки и деньги. Либо она думала, что у нее вытащили этой сумки. Пропажа обнаружилась в тот момент, когда они с братом возвращались из Эдинбурга. Они ездили на автобусе буквально на пару дней, чтобы посмотреть столицу Шотландии. Кстати, когда я уже жила в Лондоне, мы с мамой снова посетили Эдинбург. И об этом я уже рассказывала. Если кто хочет, смотрите и в этом ролике. И вот на обратном пути из Эдинбурга в Лондон мама увидела, что в ее сумке нету такого вот специального пакетика, где она носила все свои документы. И, конечно, запаниковала. Она начала искать по всему автобусу. Ну, думала, где-то выпал, пока они загружались в автобус. Не нашла. В итоге стала очень сильно переживать, так как вылет у нее должен был состояться обратно в Россию через 2-3 дня. Когда они приехали в Лондон поздним вечером, в воскресенье, брат сказал, что ей надо обратиться в посольство и узнать, как восстановить паспорт и как ей вылететь из страны. В понедельник то ли она, то ли он позвонили в наше российское посольство. И там им сказали, что нужно принести справку из полиции о том, что паспорт утерян. И фотографию паспортного образца. И ей обещали сделать специальную справку, по которой она бы могла вылететь обратно домой в Россию без паспорта. Она, конечно, очень сильно переживала, волновалась, думала, что ее там будут ругать и в посольстве, и в полиции. И думала, что штрафы будут огромны. Ну, в общем, как всегда, паника и переживания. Брат с ней не смог пойти, так как он работал уже, начиная с понедельника, и написал ей примерные фразы, которые она должна была говорить в полиции, так как мама вообще не знала английского языка, кроме фразы I don't speak English, ну, там, может быть, thank you, sorry, how much. А тут надо заниматься такими вот масштабными делами. Ну, ладно, в российском посольстве можно говорить по-русски, а как быть с другими административными органами, она даже представить себе не могла, и что сказать, и как дальше быть. В итоге брат написал ей вот такую целую инструкцию, что, а, кстати, вот да, еще и билет там был в этих документах обратно, и она и билет на самолет потеряла. А так как она заранее билеты покупала всегда, они обходились туда и обратно, там, тысяч, десять, двенадцать. А чтобы купить новый билет в одну сторону, он стоил дороже. Как-то однажды она опоздала на самолет, это я уже когда училась, там, по-моему, в первый или второй год моего обучения в Лондоне. Она должна была вылететь рано утром, и я уже сижу на уроке, и она звонит мне. Оказалось, что по пути, пока она ехала от Стратфорда, где жил брат, до аэропорта Хитроу, поезд в метро встал где-то в районе Грин-парка. Что-то, говорит, объявляли, и я, говорит, не понимаю. Некоторые люди сидели, некоторые выходили. В общем, ну, она думала, ну, сейчас поедем, сейчас поедем. В итоге под землей она простояла 40 минут и опоздала на самолет. И мне пришлось доплачивать еще 190 фунтов, это тысяч 20 на тот момент, чтобы ей обменяли вот этот билет, на который она опоздала на самолет. Вот была такая возможность обменять, но на другой и на другой день с доплатой в 20 тысяч рублей. То есть дороже, чем она летала туда и обратно. Ну, деваться было некуда, мы оплатили с братом. По-моему, я оплатила, потом брат мне отдал. И она улетела аж бизнес-классом. Ну, вот так вот получилось. И она боялась, что ей придется новый билет покупать, но с билетом как-то порешалась, потому что номер билета у нее был выписан или где-то забронирован в интернете. В общем, распечатали новый. А вот с паспортом что делать и как вылететь без него, она не знала. В итоге, к назначенному времени, она пошла в посольство. Оно находится на станции метро Notting Hill Gate. И брат вот ей выписал тут всякие... Все адреса, телефоны и посольство, и полиции, которые там рядом находятся. И даже написал по-английски произношение, как сказать I lost my passport. Что я потеряла паспорт. I need the official report from police about this to Russian embassy. This это вот это сообщение, которое брат написал для полиции. Тут написано To police, dear miss, madame. My mother had her passport lost or stolen. She is on holiday and needs to return to Russia. Can show ticket. То есть, в скобочках написала, она может показать билет. Embassy requires a letter from police that the situation is reported and so they can issue a document to fly home. Ну, то есть, он пишет о том, что посольство запрашивает письмо от полиции, что ситуация, которая произошла с ее паспортом, заявлена в полицию. Все это нужно для того, чтобы произвести новый документ, то есть, справку, чтобы улететь домой. Паспорт lost, stolen between... В общем, паспорт был потерян или украден между 13 и 15 января. Suspect, it could have been lost on National Express, but could have been something else between dates above. Regards, имя моего брата и номер телефона. То есть, он пишет, что подозревает, что паспорт мог быть потерян в автобусе National Express или где-нибудь еще между вот этими датами 13 и 15 января. В итоге мама пошла. Я помню, я тоже была с ней на связи, по интернету мы общались, и она сказала, что она пошла в посольство, был очень сильный ливень, она была в Умгах, ну, зима, январь, и они все насквозь промокли, и чуть ли она там не шлепала вот так вот уже, квашней такой, по лужам. Дошла до посольства, ее там встретил молодой человек, ну, недавний, говорит, студент, видимо, вот, который занимался ее запросом, он послал ее в полицию заявить о пропаже паспорта и сделать фотографию. И она пошла. Полиция находится неподалеку от российского посольства, по адресу 101 Ледбрук Роуд, между метро Ноттингхилл и Холланд Парк. Придя туда, она сказала офицеру, «I lost my passport». Вот как тут написано «I lost» по-русски, так она и сказала. И вот дальше «I need the official report». На что он спросил «do you speak English?» Она говорит «no». Тогда он попросил ее зайти в комнату, где, как, знаете, в тюрьме общение происходит через телефон, через окно. Такая была у них там комнатка оборудована. И он сказал, что возьмите трубку, и там прозвучал голос женщины-переводчика, которая сказала «Здравствуйте, говорите, пожалуйста, о том, что у вас случилось, я буду переводить». Ну, то есть они подключили переводчика, где мама рассказала свою проблему по-русски, переводчик перевел офицеру полиции, офицер полиции что-то спросил ее по-английски. Ну, в общем, вот так вот они пообщались. И в итоге он дал ей заключение такое о том, что паспорт был утерян. С чем она и пошла в посольство. По пути еще зашла, сделала в каком-то магазине фотографии. Говорит, была вся такая мокрая. Я, говорит, помню, вот так вот волосы шебуршила, чтобы, ну, как-то причесать себя, причепуриться. Ей там быстро сделали фотографии паспортного образца. Которые, кстати, получились самыми лучшими, говорит, в ее жизни. Вот так вот она выглядела. С этими документами она пошла в посольство. Ей там быстренько выписали справочку. И она еще 10 раз уточнила, я точно по этой справке смогу вылететь. Ей сказали, да, да, не волнуйтесь, все будет в порядке. Вы не первая и не последняя. В итоге, да, на следующий день или через день она вылетела в Россию вот по этой вот справке. Но ей сказали, что обязательно не забудьте по прилету заявить тоже в российскую полицию, что ваш паспорт утерян. Ну, что мы и сделали уже тут вместе. Я же ее тут в России ждала. А потом, по-моему, в апреле я полетела тоже к брату в гости уже без мамы. А она к этому времени уже делала новый загранпаспорт, потому что старой сказали уже все. Если уже в полицию заявлено, что паспорт утерян, то он уже считается недействительным. И как раз вот в тот момент, когда я была у брата в гостях, пришел запрос из посольства о том, что документы были найдены в Национальном музее Шотландии. И они сейчас находятся в российском посольстве. И что они могут прислать на адрес, который укажет брат. По-моему, они брату позвонили даже. Ну, так как у них уже вся ситуация была заявлена, у них остались контакты. И вот так вот брату сообщили. И через пару дней уже все документы, в том числе и карты, и деньги, и билет были присланы обратно на адрес брата. Ну, я это все, конечно, забрала. И паспорт, ну, тут написано аннулированно. И вырезана вот такая бумажечка, что все, недействительный. А так вот она по нему ездила. Это ее первый паспорт был. Первый паспорт был утерян. Вот, ну, она сделала новый паспорт и уже в следующие поездки ездила по нему. Вот такая вот ситуация произошла у нас с мамой. Да, она вспомнила, что в этом музее она сидела там, отдыхала на лавочке. И там, говорит, такие пластмассовые, какие-то изогнутые были скамеечки, что она, видимо, что-то искала в сумке. Вытащила этот пакетик с документами, положила, и оно, видимо, съехало туда куда-то. На пол, и она даже не заметила, что упала на пол. Ну, вот так вот какие-то люди нашли документы с деньгами, с дебетовыми картами и отнесли, наверное, на стойку информации или как-то, в общем, вот до сих пор ценю это в людях, в англичанах, что не берут чужое. Не важно, что там. Ну, как бы могли бы вернуть просто паспорта, карты, но деньги, по-моему, 50 евро у нее почему-то лежало, а не фунтов. Не знаю, зачем она с собой евро брала в Англию, но, в общем, все абсолютно было в целости и сохранности. Вот такие вот иногда случаются проблемы с туристами, с гражданами нашей страны, и поэтому, конечно же, есть различные варианты, как решить ту или иную проблему. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok